Подпишитесь на РУТЮП канал из соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро на Спасе». Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 15 декабря, друзья, пятница. Церковь молитвенна чтит память пророка Аввакума. В эфире «Утро на Спасе». С Богом, друзья, в новый день. Его называли самым добрым батюшкой и Серафимом Саровским в наших дней. Какие воспоминания оставил о себе архимандрит Ипполит Халин? Как стать смелым? Отвечаем на ваши вопросы в рубрике «Утренняя почта». Служение Богу и Родине. В чем состоял истинный духовный подвиг монахов-богатырей Пересвета и Осляби? Как христианину выстроить себе молитвенное правило? Разбираемся в рубрике «Просто о главном». Молитва в безмолвной пустыне на камнях и столпах. Как святым удавалось совершенствоваться духовно, преодолевая физические неудобства? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». Кто имеет благодать у Бога, тот не боится никого, хотя бы терпел множество зол, не только человека, но самого дьявола. Говорил святитель Иоанн Златоуст. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Ну а сейчас предлагаю посмотреть интервью с народным художником СССР Александром Максовичем Шиловым. Александр Максович, здравствуйте. Расскажите, каким было ваше детство, что стало фундаментом становления вас как художника? В детстве моем было послевоенное, как и у многих. В общем-то, все проходило во дворе. Жили мы без отца. Очень материально тяжело. И я тоже в этом плане был не одинок. Моя мама и бабушки думали только о том, как нас прокормить, обуть, одеть, чтобы мы не хуже других выглядели. Рисовать я всегда любил. Это не моя заслуга. Так я от природы был устроен. У меня более-менее получалось. У меня брат был на 6 лет моложе меня. И когда ему было 7 лет, он записался в изо-студию Октябрьского дома пионерам. Это рядом с домом было. Он тоже любил рисовать, и у него получалось. И в первый же год занятий в изо-студии учитель Воронин Василий Александрович, который преподавал в изо-студии, отослал его рисунок «Полет на Луну», сделанные акварельные техники. На всемирную высоту детского рисунка в Австрию. И вот представьте себе, мы лежим, комнатка 13 метров, 6 человек, вот, и вдруг по радио «Пионерская зорька» объявляет, Сережа Шилов на всемирной выставке детского рисунка в Австрии получил первую премию. Вот представляете, мы жили в нищете, и вдруг вот такая радость. Куда я не прихожу, в школу, на улицу выхожу. Все меня поздравляли, словно это я получил. И я тоже записался в Дом пионеров, но что такое судьба? Она меня ввела, и я стал плохо учиться, но даже ходил заниматься в изо-студии уже в две смены. А Сережу затащила улица. Я пытался уговорить, бесполезно. Потом-то он вернулся из армии и жалел об этом. А я стал заниматься, и, как вам сказать, более усиленно, чем дома. Вы помните ваш первый осознанный рисунок, что это было? Помню. Они здесь, кстати, у меня даже выставлены. Один из них рисунок, который я сделал, мне тогда было 13 лет, черным карандашом. Потому что считалось, кто умеет рисовать кого-нибудь из вождей Сталина, Ленина, Карла Маркса, Энгельса. Похожим тот художник. И вот я сидел, трудился над портретом. Помню Карла Маркса, Сталина. И рисунок Сталина чудом сохранился с карандашом. Он здесь выставлен в зале графики. И потом я много рисовал со всяких фарфоровых скульптурок, иллюстраций, срисовывал. А все обучение в рисовании во все времена начиналось со срисовывания. Потому что, когда срисовываешь у великих мастеров, учишься сам рисовать. Вот так все шло-шло. Но дело в том, что наступило время, когда уже было стыдно садиться за стол, не внести свою лепту. В чисто материальном плане. Потому что я видел, как бабушки мучаются, мама, лишь бы нас прокормить. Короче говоря, я устроился, профессии никакой не было. В школу рабочей молодежи и пошел работать грузчиком. Руки уставали так, что я уже ни карандаша, ни кисти не чувствовал в руке. А я его должен чувствовать. Я вот так посижу за мольбертом, покачаюсь минут сорок. Потом приходил, кто-то позировал. И вот те, кто меня позировал, эти рисунки сохранились. Они сыграли большую роль в моей биографии. В каком плане? Меня познакомили с великим мастером Локтионовым. Там еще была академия Горицаев. И когда они увидели мои работы, они даже не поверили, что я работаю грузчиком. Они говорят, срочно надо бросать, готовиться в институт поступать. Я подрабатывал еще в церкви, по реставрации. С благодарностью вспоминаю и старство церкви в Удильной. Она меня поддерживала, все время мне давала возможность что-то сделать, а в смысле заработать. Даже уже когда я учился в Сурикольском институте, то стипендия была, и я ее не сразу стал получать, 28 рублей. Этого было мало, чтобы помочь матери самому прокормиться и краски купить. Она мне всегда давала работу. Александр Максович, мы видим, что портретная живопись – это ваше любимое направление в творчестве. Почему именно портрет? Ведь портрет – это очень сложный, наверное, самый сложный жанр. Об этом еще Мальвер говорил и многие другие. Сложно, да, потому что что такое портрет? Это при абсолютно внешнем сходстве надо выразить внутренний мир человека. А для этого я должен его чувствовать. А если художник не чувствует нутро человека, он портрета не сделает, живого такого, не чтобы остановить взгляд зрителя. Или, предположим, пишу. Я часто люблю писать пожилых людей, потому что я переклоняюсь перед их душой, перед их верой в Бога, во все самое светлое и чистое. Несмотря на очень тяжелую жизнь, которую они прожили, они настолько добрыми остались. А доброта, на мой взгляд, самый большой талант, который небом спущен на землю. Но для того, чтобы писать таких людей, брошенных, надо их чувствовать. Эту боль одиночества. А если не чувствуешь, ничего не получится. Каким бы мастерством ты не обладал. Вообще любого человека надо чувствовать. И положительные черты, и отрицательные. И вытащить его нутро наружу. Тогда этот человек будет живой. Это будет жизнь, заключенная в раму. А в этом-то и задача художника состоит, чтобы проникнуть в сердце зрителя и вызвать в нем ответ на эмоции. А при реакции зрителя художник должен знать, нужно ли то, что он делает, и понятно ли то, что он делает людям. Без этого художник работает в корзину. Увековечивание памяти великого святого. Совсем недавно в Твери был открыт памятник благоверному князю Михаилу Тверскому. Осветил монумент митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Подробнее узнаем у наших коллег из ГТРК. В Твери день памяти святого благоверного князя Михаила Тверского открыла божественная литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на Соборной площади. На богослужение, которое возглавил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, собрались многие жители Твери, духовенства, представители исполнительной и законодательной власти. Памятные мероприятия продолжились на Соборной площади, где губернатор Игорь Руденя и глава Тверской митрополии владыка Амвросий открыли монумент в честь Михаила Ярославича и святителя Симеона, первого Тверского епископа. Я сердечно благодарю губернатора Тверской области Игоря Михайловича Руденя за идею создания этого памятника. Конечно же, всех людей причастны к его созданию. Скульптурная композиция представляет собой беседу духовного наставника молодого князя святителя Симеона, в которой он благословляет строительство в Твери первого каменного храма. Это был 1285 год, когда Михаилу Ярославичу исполнилось 14 лет. Каким спас Златоверхий представлял себе юный правитель, автор монумента изобразил на свитке в его руках. Я, конечно, искал материал какой-то, иконы смотрел. Это необходимо. Каждый раз в работе приходится отталкиваться. 5 декабря 1318 года Михаил Тверской принял мученическую смерть в Орде, отдав жизнь за други своя, спасая родную землю и тысячу людей от разорения и гибели. Спустя два с лишним столетия он был причислен к лику святых в начале 2000-х. Русская православная церковь установила день его поминовения. О подвиге Михаила Тверского как раз и напоминает Спасо-Преображенский собор. Сегодня мы отмечаем праздник в стенах восстановленного возникнутого храма трудами многих и многих жителей города Твери, жителей Тверской области. Все, кому дорог этот город, кому дорог этот храм, кому дорога память о наших христианских святых. На протяжении шести с половиной веков Спас Златоверхий был главным кафедральным собором города. В 1935 году его разрушили, но в 2014 на прежнем месте началось возрождение собора в историческом виде. Ну а сейчас предлагаю посмотреть сюжет, который специально для вас подготовили наши коллеги. Княгиня много занималась благотворительностью, посещала больницы, тюрьмы, детские приюты. После трагической гибели мужа от рук террориста она продала свои драгоценности и купила крупный участок земли на Большой Ордынке. В 1909 году в память о супруге она основала там обитель, назвав ее в честь святых жен Мироносец Марфы и Марии. Первой на территории появилась домовая церковь. Ее устроили в бывшей усадьбе середины 19 века. Вслед за этим, по проекту архитектора Алексея Щусева, в Марфо-Мариинской обители был возведен двухстолбный Покровский собор. Росписью его занимался известный художник Михаил Нестеров. Марфо-Мариинская обитель просуществовала до 1926 года, и после ее закрытия на территории располагалась поликлиника. После военные годы в самом Покровском храме, где мы сейчас с вами находимся, располагались реставрационные мастерские грабаря. И, собственно, благодаря этому картины Нестерова, все росписи, которые мы, видимо, удалось сохранить. Изначально Марфо-Мариинская обитель не была монастырем в привычном понимании этого слова. Она скорее походила на дом милосердия. Сестры здесь занимались благотворительностью и медицинской работой. На территории, помимо двух храмов, располагались лечебница, аптека с бесплатными лекарствами для бедных, детский приют, школа и столовая, где кормили неимущих. Насельницы монастыря получали психологическую, духовную и медицинскую подготовку. Им читали лекции лучшие врачи Москвы. Беседы с ними проводил духовник обители, отец Митрофан Сребрянский. Елизавета Федоровна активно занималась благотворительностью. Во время Первой мировой войны она поддерживала российских солдат, отправляла на фронт лекарства и продукты. В мирное время великая княгиня вместе с сестрами ухаживала за тяжелыми больными, сама читала молитвы над умершими. Ее часто видели на хитровке, в самом бедном и неблагополучном месте тогдашней Москвы. Княгиня собирала по трущобам беспризорников и устраивала их в общежития или созданные ею трудовые артели. Часто Елизавета Федоровна организовывала благотворительные базары и выставки. Товары на продажу, шитье и вышивку она изготавливала собственноручно. В музее при обители сохранились ее работы. В коллекции музея есть вышивка, которая предположительно сделана рукой самой великой княгини. На этой вышивке изображены покровительницы обители, святые и праведные сестры Марфа и Мария. Вышивка – это очень тонкая работа, выполнена она гладью. В 1918 году Елизавету Федоровну арестовали и отправили в ссылку. Оказавшись под стражей, великая княгиня не теряла присутствия дума. Она прекрасно понимала, какая участь ее ждет, но волновалась не о себе. Основательница обители переживала за сестер. Чтобы поддержать их, она отправила им письмо. Она пишет о том, как они едут на поезде, что она читает. То есть мы узнаем такие вот бытовые моменты. Как она их нежно и тепло называет, мои цыплятки. Как она их наставляет и поддерживает. Потому что для сестер, конечно, это была уже большая утрата. И как она говорит о том, что крест, который послал Господь, что в нем скрыта радость. Вскоре после ареста Елизавета Федоровна была убита. Вместе с другими членами императорской семьи ее заживо сбросили в шахту заброшенного рудника на Урале. В 1921 году тела Великой Княгини и бывшей вместе с ней Келейницы Варварой доставили в церковь Святой Марии Магдалины в Гефсиманию. Так было исполнено желание Елизаветы Федоровны, которое у нее появилось во время паломничества в Иерусалиме за 30 лет до кончины. К концу прошлого века Великая Княгиня и ее Келейница были канонизированы в лики преподобно-мучениц. У их мощей и сегодня молится множество паломников. Считается, что святая Елизавета укрепляет внесение скорбей и дает твердость в вере. Прошла четверть часа, так давайте же услышим строки Святого Евангелия, которые читаются сегодня в православных храмах мира. Отрек из 20 главы Евангелия от Луки для нас прочтет народная артистка России Анна Ковальчук. И искали в это время пересвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали кесаревы. Он сказал им, «Итак, отдавайте кесареву кесарю, а Божию – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись, ответу его замолчали. Фресеи, садукеи и прочие учителя пытались уловить Христа в какой-то неправде и задавали специальные каверзные вопросы, которые мы уже обсуждали. В том числе был вопрос о подать кесарю, который был в том числе религиозным вопросом. Хотя вроде бы просто налоги платишь, это все знают, в государстве для того, чтобы функционировала государственная система, для того, чтобы армия тебя защищала, какое-то министерство внутренних дел работало и так далее, государственные органы, необходимо платить налоги на все это содержание, чтобы содержать всю эту бюрократическую структуру. А если ты не будешь платить налоги, то ты вне правового поля, тебя уже не обязаны защищать, ты, наоборот, не являешься нарушителем. Но в Иудее религиозную проблематику имел вопрос, потому что Кесарь – это был языческий император, и на монетах была изображена, да, либо сам император, которого почитали как бога. И то есть получалось, ты участвуешь в неких языческих подношениях, и вроде как ты оскверняешь себя тем, что даешь подать кесарю. Это уже становится не твоей гражданской обязанностью, а религиозным вопросом. То есть ты совершаешь некие акты религиозного подношения, и вроде как придаешь своего бога. И в таких деталях. Хотя сами они платили налоги, но Христа хотели уловить в этом, потому что многие смущались этим вопросом. И Христос дает очень важный ответ всем, кто смущается на то, что вот как же там паспорта, а что же там, вот какие-то карточки, а вот полис медицинского страхования, а снилась получать. А вдруг там что-то такое тоже религиозный какой-то момент. Вдруг там где-то что-то нас заставит предать Христа. И Христос говорит, нет, принесите мне монету, что там изображено. А там изображен был император. Он говорит, кто изображен здесь и чья надпись? Он говорит, кесаря. Он говорит, ну отдайте то, что принадлежит кесарю, а то, что принадлежит богу, отдайте богу. Так же тут, ты смотришь документ, там написано Российская Федерация, гражданин Российской Федерации. Вот все, что принадлежит государству, отдавай государству. Есть у тебя справка из БТИ, но неси ее, куда тебе нужно? В МФЦ. Зачем ты ее в храм тащишь? И то же самое, то, что ты в храм несешь свое сердце, вот все, что есть, то доброе, и те добрые поступки, которые ты делаешь в своей жизни, и то, что ты должен приносить своему Богу всю свою жизнь, именно такую внутреннюю, сердечную, духовную, именно ее неси Богу. И не бойся, не смущается наше сердце какими-то такими вопросами, потому что находятся многие люди, которые говорят, вот, через какие-то взятия документов, через какой-то там код, QR-код там прочитал, все Бога предал. Но это же совершенно отвлечение внимания, как раз то, чем смущались иудеи того времени. Но Христос четко говорит, вот то, что относится там к документу оборота, к государственной системе, отдавайте государству, а то, что принадлежит Богу, то отдавайте уже Господу. Спасибо большое, отец Николай. Сразу после короткой паузы мы продолжим встречать с вами утро и рассказывать о самом главном. А вот что произошло в этот день в истории церкви России и мира. В 1762 году Екатерина II повелелась заселить малообжитые районы России, в том числе Украину, иностранцами. Она издала манифест о дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим поселяться, в которых губерниях они пожелают, и о дарованных им правах. В 1763 году был издан второй манифест. Он содержал в себе перечень льгот и привилегий переселенцам. В 1904 году умер русский генерал-лейтенант, герой обороны крепости Порт-Артур Роман Кондратенко. В самые тяжелые и опасные моменты осады города он лично возглавлял оборону и руководил ею. Также Кондратенко известен тем, что смог объединить сухопутные и морские войска в одно целое, что позволило настроить отличную совместную работу. В 1922 году было возобновлено следствие по делу святейшего патриарха Тихона. Особоуполномоченный Агранов подписал постановление, в котором говорилось приступить к производству дознания по обвинению гражданина Белавина и Феноменова. Постановление оба подследственных именовались зачинщиками и организаторами кампании по противодействию мероприятия совласти. В 1929 году секретариат в ЦИК принял постановление об урегулировании колокольного звона в церквах. Несмотря на поддержку в ЦИК и ЦИК СССР, комиссия на протяжении всего периода своего существования сталкивалась с огромным количеством трудностей. Связано это было с нежеланием народных комиссаров и местных органов власти исполнять решение комиссии. В том числе решение комиссии о том, что нужно просто изымать колокола, скидывать их, прекращать колокольные звоны, что это пережиток наркобесного царского режима, что вот все у нас теперь просвещено атеистическому государству, поэтому никакого колокольного звона не нужно. Но народ к нашим относился всегда с очень таким большим благоговением, к колокольному звону. Плюс это было частью просто жизни деревень. Колокольный звон звучал, когда случалось в деревне какой-то там пожар или несчастье. Немцы приступали в том числе к городу или к поселку. Потом сообщалось о том, что кто-то там умер из известных граждан. И просто это было такое средство коммуникации, с одной стороны, а с другой стороны, это почиталось святыней. Просто местные, например, жители не хотели лезть на церковь свою собственную и скидывать оттуда колокола. И часто это приходилось даже специальных людей привозить из других мест, чтобы заставлять их туда лезть и сбрасывать колокола. И это считалось, ну, оно и фактически так есть, это богохульство, да, о разрушении святыни. И мне это, кстати, я напомнил, сразу вспомнилось то, что вот на Украине тоже приезжали в какие-то храмы, чтобы закрыть. А и местные общины отказывались этого делать, закрывать храм и передавать его куда-то в другую юрисдикцию. И тогда специально из каких-то других сел, да, в том числе там привозили не православных, а униатов каких-то, чтобы они в этом участвовали. Потому что, ну, по-настоящему и христианин, и православный человек не захочет в беззаконе таком действовать. Поэтому, кстати, они встречали такое противодействие. Эта комиссия бесконечно сталкивалась с трудностями. Слава Богу, она потом перестала просто существовать, потому что, ну, такое дело не божье, оно обязательно развалится. Ничего доброго в нем не будет. Спасибо, батюшка. А мы идем далее. Помощь российской короне. Как Божья Матерь совершила милость и исцелила от слепоты юного правителя империи, расскажут наши коллеги. Смотрим. В православной традиции Богоматерь называют «Живоносный источник» или «Источник жизни», ибо от нее родился Христос, путь, истина и жизнь. Зримым выражением этих смыслов стала икона «Живоносный источник», у которой своя, очень давняя история. В 4 веке, а может, даже и раньше, была такая роща около Константинополя. Называлась она «Честь Божьей Матери». Но прошли десятилетия, и эта роща заросла самыми разнообразными деревьями, кустарниками. Зарос также и источник, который там уже был. Вот уже в начале 5 века так случилось, что один из византийских воинов, он встретил в этой роще слепца, который там просто заплутал. Вывел его на тропинку, посадил под тенистое дерево, а сам пошел поискать воды, чтобы напоить, потому что слепец жаждал. И вдруг воин услышал женский голос, который указал место источника и велел не только взять оттуда воды, чтобы напоить слепца, но и тины, чтобы наложить ему на глаза. По преданию, этот слепой уже самостоятельно пошел в Константинополь, потому что прозрел. Очень немаловажная деталь. Матерь Божья предсказала этому воину, что он когда-то будет императором. И действительно так вышло, что он стал императором Византии. Вспомнив как раз об этом источнике, он расчистил это место, построил там сначала каменный круг вокруг этого источника, а уже над ним построил храм и назвал его «Живоносный источник». Именно с этими событиями и связывают появление образа Божьей Матери «Живоносный источник». Вода, как вместильщик благодати Божией, обильно изливается вот как раз на тот бассейн, который соорудил вот этот воин Лев Маркел. И люди с распростертыми объятиями, там с необыкновенными даже позами, ну, вероятно, от боли, люди подходят, вот я хочу подчеркнуть, не для излечения, а для исцеления. Разница в том, что исцеление – это приведение в целостное состояние. На Руси наиболее известным чудотворным списком считается ныне утраченная икона из Саровской пустыни, которую очень почитал преподобный Серафим Саровский. Но храмы во славу этого удивительного образа возводились по всей стране. Один из них был построен еще в начале 17 века в селе, которое теперь известно как Царицыно. И сегодня в нем находится икона «Живоносный источник», написанная известным русским мастером Александром Соколовым. Он один из тех, кто, можно сказать, возрождал иконописную традицию в 80-х, 90-х годах, вот в начале 2000-х. Он начал в начале 80-х этим человеком, который просто закончил художественную школу, потом институт, и немножко поработал в центре Грабаря, реставратором. И увидев, наверное, вот эту вот кропотливую работу реставраторов, решил стать иконописцем. И много расписал храмов, и много создал интересных образов. Один из них – как раз «Живоносный источник» для одноименного храма в Царицыне. Новация как раз Александра Соколова в том, что ангелы, которые стоят на облаках, они написаны с орлиными головами, которые как раз говорят о стремительности и зоркости. У него вообще была такая натура достаточно свободного художника. И вот я как раз это то у Александра Соколова ценю, что он мог внутри канона написать очень свободно. Ну, он был настоящий творец. Сегодня пятница, а это значит, что пришло время поговорить о московских святынях, которые мы уже не сможем увидеть. О том, чем была известна церковь Покрова на Малой Ордынке. Узнаем из репортажа Яны Истоминой. Москву сегодня невозможно представить без строительства. Идет оно и на территории музея Островского. Внутри есть памятник великому драматургу, на месте которого раньше стояла церковь Покрова Пресвятой Богородицы, известная с 17 века. Семья Островских снимала на Малой Ордынке жилье, поэтому первые годы писателя прошли именно здесь. В приходском доме храма поселился чиновник Николай Федорович Островский, у которого в 1823 году родился сын Александр. Получается, Покровская церковь родная для Александра Николаевича. Музей Островского является филиалом Бахрушинского музея. И сегодня здесь ведется бережная реконструкция исторических объектов. Получается, здание историческое и дерево тех времен, да? Да, конечно, это дерево, которое специально здесь у нас даже участие подучетное, да, и каждое важно для этого сруба. Но вообще дом описывают как на каменном подклетии, а деревянный верх. Дом принадлежал диакону Никифору Максимову, который служил при храме Покрова Пресвятой Богородицы в Голиках на Малой Ордынке. И отец Островского Николай Федорович по рекомендации диакона Климентовского собора снял здесь комнаты. Вообще в то время снимать жилье было нормальным. Вот я хочу сказать. Основная масса русских писателей всегда жила в съемном жилье. И Пушкин Александр Сергеевич, и Лермонтов Михаил Юрьевич. Это считалось нормальным. То есть это значит, у вас, да, у вас нет своего жилья, но у вас есть деньги снимать. И причем за Москворечи не такой бедный район. Ее называли купеческая Мекка Москвы. Поэтому даже здесь посмотрите, сколько храмов снесено. А все равно что-то еще осталось. Исторический деревянный храм Покрова был построен на этом месте в 15 веке, как утверждают историки, за один день. 1 октября 1445 года в Москве произошло землетрясение. И в тот же день был отпущен из татарского плена Василий Темный. По обету, в честь освобождения великого московского князя, и возвели церковь. На 1693-802-й известно, что купцами-лабазинами был построен уже каменный храм. Насиль был такого московского барокко. Это двухсветный четверик, на котором было пять куполов, и рядом была колохольник. Первоначально храм назывался в Малых Ордынцах, что на Всполье, за Москвой рекой. Такое было название. А позже уже он стал называться в Голиках, на Малой Ордынке. Почему, кстати, всегда название храма сопровождает указание местности? Потому что храмов было множество в Москве. В Покровских храмах тоже немало. Поэтому всегда нужно было упомянуть, где именно? Вот в Голиках. Кстати, Голик – это веник без листьев. То есть это не тот веник, с которым ходим в баню, а это, которым подметаем. Что здесь? Вязали такие веники? Ну, может быть. Голики, голые. То есть, может быть, место пустынное. Может быть, знаете, вообще ничего не росло здесь. В старину здесь было урочище. Голики от слова пустынные. То есть безлесная местность. Кстати, забавно, что неподалеку отсюда находится храм утихновения головы Иоанна Тичетти, что под Бором, буквально возле метро Новокузнецка. То есть лес, видимо, был не так уж далеко, когда-то давным-давно. К сожалению, рисунков храма периода 18 века не сохранилось. Но можно представить, как он выглядел, приехав на Покровку, к церкви Воскресения Славущего в Борошах. Обилие белокаменного декора является отличительной чертой стиля барокко. Кстати, через дорогу, прямо напротив музея Островского, находится храм святителя Николая в Пыжах. Вот он-то уцелевший ровесник первого каменного Покровского храма. Почему так близко стояли эти церкви? Оказывается, здесь проходила граница между Стрелецкой, Слободой и Ордынской. А каждая Слобода имела свой храм. Но вернемся к Александру Островскому, который, как считают исследователи, запомнил первые годы своей жизни благодаря неповторимому колокольному звону Покровской церкви. Действительно, колокольный звон упоминается в многих текстах Островского. Так, например, в замечательном рассказе «За Москворечье праздник» Островский говорит о том, что нигде нет таких больших колоколов, громогласных, как здесь «За Москворечье». О годах первых жизней сказать можно мало, что поскольку Островский провел здесь всего три первых года. И затем они с семьей переезжают уже в собственный дом в Монетчике. Отец будущего драматурга стал к тому времени известным адвокатом. Слобода Монетчиков находилась близ Пятницкой улицы. Позже Островские еще раз переедут и тоже в Замоскворецкий район к храму Казанской иконы Божьей Матери у Калужских ворот. Так или иначе, купеческая жизнь Замоскворечья проходила на глазах юного Александра. Без вины виноватые, бедность не порог, на всякого мудреца довольно простоты. Кто не знает эти пьесы Островского? А находил он своих героев. Именно здесь, в Замоскворечье. И Островский, недаром его называют Колумбом Замоскворечья. Почему? Во-первых, он нас проводит по Замоскворечью в своих пьесах. Во-вторых, он на сцену вывел этих своих соседей. Он же сам жил в Замоскворечье. Он хорошо узнал эту жизнь. Он видел в храмах, на службах, еще ребенком, когда приходил в ту или иную церковь и отстаивал службу литургии, он видел, как выглядят эти купцы. Потому что не просто так все. Это его глазами. Москва в пьесах Александра Николаевича представлена. К сожалению, ни до, ни после Островского, ушедшего из жизни в 1886 году, русская литература не занималась столь внимательна судьбой торгово-предпринимательского сословия. А между тем, эти люди были основными жертвователями замоскворецких храмов. Интересно, что ни один храм, связанный с жизнью великого драматурга-новатора, не сохранился. В 1902 году Покровскую церковь полностью перестроили в более строгих формах. Это видно на фотографии. Ну а век 20-й принес разрушительную волну, которая смела многие храмы Замоскворечья. Все-таки причина сноса. Слишком много церквей было в Замоскворечье? Причина сноса, ну, наверное, известно только тем, кто его сносил, потому что, ну, много мы узнали с вами, что было снесено в Замоскворечье церквей. И это, конечно же, наверное, потому что близость с рядышком, например, у нас с вами еще один Покровский храм, который с Рынущусев, Марфа Министской обители. Рядышком находится свидетель Николая, что в пыжах. Храм, слава богу, такая красота сохранилась. Меня больше всего удивляет то, что в начале 20-го века он был почти полностью перестроен, трапезные колокольни, а в 31-м году на него подняли руку и просто-напросто взяли все и разрушили. Убегая от шума Садового кольца, мы сегодня попадаем, нет, не в мир пьес Островского. От того мира осталось мало строений, и слава богу, что они восстанавливаются. Но есть главный уцелевший свидетель, Никольский храм, который слышал звон колоколов, когда напротив, в Покровской церкви на Малой Ордынке, крестили маленького Сашу. Яна Истемна, Борис Сафронов, телеканал «Спас». Служение Богу и Родине. В чем состоял истинный духовный подвиг монахов, богатырей, Пересвета и Ослябе? Об этом наш следующий сюжет. Тела Александра Пересвета и Андрея Ослябе были погребены возле храма Рождества Пресвятой Богородицы в Симоновом монастыре. Однако в советское время обитель была практически разрушена. Над могилами святых устроили компрессорный цех, а их разбитыми надгробиями вымастили территорию завода. У меня есть тесть, отец моей жены. Он священник, который более 60 лет у престола служит. Он до сих пор здравствующий и служащий. И вот у него есть домашняя молильня, и в нем был мощевик. После утренних молитв решил посмотреть, какие мощи в этом мощевике. И смотрю, это мощевик конца 17 века. Смотрю, вот написано, Пересвет, ученик Сергия Радонежского. Стараниями верующих храм Рождества Пресвятой Богородицы был возрожден к 1989 году. Обнаруженные отцом Владимиром частицы мощей сейчас доступны для всеобщего поклонения. Они находятся у иконы святых около места, где покоятся их останки. В благодарность за заступничество сегодня в честь Александра Пересвета и Андрея Асляби называют не только патриотические клубы и города, но и передовые образцы военной техники. Меня всегда удивляли названия, которые дают нашему русскому оружию. Я понимал, что это такой армейский юмор, гвоздика, акация, герань. Но хотелось бы, чтобы названия нашего оружия имели какой-то глубокий сакральный смысл. В 2018 году Министерство обороны России рассказало о создании уникального лазерного комплекса, аналогов которому в мире просто нет. Предложить название для новейшего оружия мог каждый желающий. В итоге был выбран вариант, который придумал Алексей. И поэтому мне показалось замечательно, что наш новейший перспективный, самый лазерный комплекс будет носить имя Пересвета в честь знаменитого монаха-война Троицы Сергиевой Лавры, Александра Пересвета. И потому что его имя, оно тоже значит максимальный свет. Максимальный свет силой Святого Духа, силой максимального света. Александр Пересвет побеждает своего врага, противника Челубея. И также наша лазерная установка силой света максимальной сможет поражать врагов. На вооружении российской армии есть и другая техника, названная в честь Александра Пересвета и Андрея Ослябии. Например, два больших десантных корабля, которые входят в состав Тихоокеанского флота. И служащие на них моряки и другие военные сегодня не забывают о подвиге этих святых. И непременно обращается к ним с просьбами о победе и укреплении Духа. Александр Пересвет и Андрей Ослябия стали монахами, чтобы совершать молитвенные подвиги вдали от мирских бурь и сражений. Но пути Господни неисповедимы, и по промыслу Божьей они снова вернулись на поле битвы, чтобы вдохновить своих братьев по оружию и привести их к великой победе, чтобы стать достойным примером служения Богу и Родине. 15 минут до конца часа. И, как всегда в это время, давайте послушаем строки апостола, которые читаются сегодня в православных храмах мира. Отрывок из послания к Титу читают для нас митрополит Будапештский и венгерский Иларион и писательница Дарья Донцова. «Для чистых всё чисто, а для осквернённых и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу». Ты же говорил то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божье. Юноши также увещевай быть целомудренными, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением мучению Спасителя нашего Бога. Апостол Павел призывает своего ученика Тита, чтобы он обратил внимание на обустройство церковной жизни, в том числе получал разные категории прихожан своих, в том числе обратился к старецам, то есть уже пожилым прихожанкам, с словом поучения, как им нужно себя вести. Говорит, смотри, чтобы они были добрыми, не клеветали, не занимались всякими россказнями, были целомудренны, вели себя, значит, он говорит про одежду, чтобы одевались как-то достойно своего возраста, и, говорит, не были пьяницами, видимо, там были разные моменты, что даже люди такого почтенного возраста перебарщивали. И прямо перечисляют, что во всем они подавали пример молодому поколению. И чтобы выразумляли молодых, чтобы те были хорошими мужьями, женами, чтобы любили своих детей, любили друг друга, и подавали им пример. Ведь это очень важно, потому что когда слова старшего поколения, вот они говорят, вот в наши там времена, то-то, сё-то, опять-то, десят-то, но у самой там четыре развода пять абортов, и вот они там на нашу молодежь шикают, как вам не стыдно, блудодейники, вы там живёте, ну, как-то это несообразно. То есть, если каждый человек имеет право на ошибку, но, тем не менее, если человек знает за себя, что он в жизни своей много нагрешил, то уже он не поднимает своих покаянных глаз, не начинает кого-то осуждать. Наоборот, как-то, детки, там, любите друг друга, помоги Господь, вот я там в жизни ошибался, помоги вам, Господь, там, совершать поменьше ошибок. И вот прямо он даёт очень важные рекомендации, мне кажется, иногда нужно выписать, в каждой категории, причём он отдельно для юноши говорит, чтобы они были целомудренными. Отдельно вот для пожилых прихожан, для пожилых прихожан там прямо, знаете, целая перечень того необходимого, да, что как правильно себя вести в храме, как правильно общаться с другими людьми, для того, чтобы это не было соблазном. Ведь, ну, помните, вот эту всю дискуссию, особенно в 90-е годы, очень много претензий было к церкви, что мы приходим в храм, а нас там шикают, цыкают, прогоняют, там, значит, не в том пришли. Ну, знаете, вот это много было. Я была в 90-е слишком маленькая, как, собственно, и вы. Я говорю, что это началась дискуссия, что вот мы приходим в храм, а нас там прогоняют, на нас там всё время шикают, цыкают, ничего там, к нам не по-доброму относятся. Вот ко мне много приходило просто людей, что вот у меня первый опыт в храме был травматичный. Я пришёл, а меня там, значит, как-то неласково встретили, или сказали, что вот заплатите столько-то за свечку. Ну, как-то вот неправильно, да, или там осудили за что-то, за неправильный какой-то вид внешний. И вот святейший Патриарх Кирилл обратил внимание, что обязательно все священники должны работать, как раз так же, как апостол Павел обратился к Титу, что обязательно работать вот со старшим поколением своих прихожан, чтобы они были очень добродушными, наоборот, вот как-то с любовью принимали, в том числе молодое поколение, которое может иногда как-то неправильно выглядеть, с нашей точки зрения, может себя вести не сразу, не знают, как там кланяться, когда кождение совершается, как там нужно отойти, поклониться. И вот всё нужно через дух любви приобщать этих людей к вере, а не наоборот, через какую-то чрезмерную строгость и какое-то, наоборот, отторжение такое. Кстати, сейчас многие ругают нашу молодёжь, а именно подростков, говорят, что они, конечно, сейчас все в планшетах, в каких-то телефонах. Да, это правда так, но не все. Ведь многие сейчас, и дети, и подростки, они очень такие с тонкой душевной организацией, очень чувствительные, чувствующие. И это даже хорошо. Они как раз, таки их тонкая душа и может почувствовать Бога гораздо быстрее. Так что об этом важно помнить и не забывать. Спасибо, батюшка, а мы идём далее. Дорогие друзья, подоспела наша любимая рубрика «Утренняя почта», где мы отвечаем на ваши очень интересные вопросы. Спасибо, что пишете нам и первый вопрос на сегодня от Ивана. Можно ли читать молитвы на латыни? Спрашивает он. Что скажете? На любом языке можно читать молитвы, потому что Господь, у меня нет такого ограничения, что на русском я понимаю, или на английском, или на церковнославянском, а на других языках нет. Нет. Была в своё время трёхязычная ересь, когда считалось, что, например, Священное Писание можно читать только на трёх языках. Можно издавать и читать только на латинском, древнееврейском и греческом. А на других языках запрещалось переводить. Но потом, естественно, это было как раз объявлено ересью и были переведены, в том числе, и на славянские языки Священное Писание. Поэтому можете читать от сердца, если вам хочется. Если вы знаете хорошо язык, то и на латинском языке. Тем более есть приходы западноевропейские, где на латынь читают, и на языках, которые произошли из этой языковой группы. Так что нет тут какого-то греха. Но если вы, правда, придёте в православный храм, и там начнёте Доминус, Патриумус, и всё остальное дальше читать, то, может быть, кого-то смутит. А в домашней молитве, пожалуйста. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у нас от Варвары. Могу ли я молиться перед репродукцией картины, как перед иконой, например, перед Мадонной с младенцем? Что скажете? Западное искусство, оно, безусловно, эстетичное. Очень красиво пойти в галерею, посмотреть, поехать в Ватикан, посмотреть на пресс-ки Микеланджело и так далее. Это, конечно, всё замечательно, но как правильно всё-таки сложилась наша традиция, у нас иконы, они по особым правилам написаны, то есть это двухмерное пространство, и это окно в мир духовный. То есть если мы посмотрим западную живопись, то она достаточно материалистична, и она отображает как бы нашу зимную реальность. А всё-таки вот такое православное церковное искусство, оно более духовное, ну, вот так вот уже традиционно это понимаем. И стараемся молиться, да, всё-таки взирая именно на образа православные, именно исходя из тех моментов, в том числе особенностей, которые я описал. Тем не менее, иногда человек может быть преисполнен какого-то духовного чувства в любом месте. Я просто знаю, что некоторые приезжают, например, просто даже стоя на природе или в каком-то городе, вдруг ощутили присутствие Божьего, захотели помолиться, каких-то ограничений нет. Но вот как икону я бы не стал использовать именно такие живописные изображения, потому что это, в первую очередь, именно душевная история, то есть это вот для какого-то созерцания, связанное с душой. А духовные вещи, они, вот, духовное искусство, это классическое, вот то, что мы знаем, как Рублевская икона, в которой вот мы приходим, когда в храм, видим изображение вот православного церковного искусства. Для нас это более гармонично, я бы сказал, и более соответствует той цели православной молитвы, которая у нас сформирована в нашей традиции. Тем более икона – это не просто картина. И дело в том, что каждый элемент иконы, он имеет за собой какой-то смысл и значение. И даже иногда положение или взор, который написан на иконе, он тоже что-то означает. И поверьте, просто написав красивую, даже самую красивую картину с изображением святого, это еще не значит, что вы написали икону. Спасибо, Атьюшка, за ответ. Мы продолжим отвечать на ваши вопросы сразу после короткой паузы. Ну а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Следующий вопрос от Максима. Что такое священное предание и апокрифы? Что скажете, батюшка? В православном богословии есть понятие божественного откровения, то есть то, что Бог сам открыл о себе людям, оно делится в свою очередь на естественное откровение и сверхъестественное откровение. И вот сверхъестественное откровение, то, что Господь открывал чудесным способом апостолам, пророкам, и они записывали это в книгу, которая называется Библией, то есть которая в свою очередь состоит из 77 книг, и считается основой православной веры. И также есть священное предание, то, что не вошло в письменное наследие, а то, что передавалось из уст в уста, и то, что хранилось в церковной общении, как в Ветхозаветной Церкви, так и в Новозаветной Церкви, и то, что называется обычно традицией. То есть какие-то благочестивые традиции, в том числе какое-то устроение, может быть, оно не прописано где-то было в священных текстах. Тем не менее, на основании этих священных текстов складывались определенные традиции, какие-то обряды, священодействия, какие-то внешние формы. Например, мы не найдем в Евангелии описание, как должен быть устроен храм. Это уже часть священного предания. Или какие-то моменты в таинствах, или какие-то молитвы были написаны достаточно позже, часть богослужения – это как раз часть именно того самого священного предания, то, что передается в церковной общине, из поколения в поколение хранится как неотъемлемая часть церковного учения. А апокрифы в свое время – это те, тоже были некие писания мужей, которые жили либо в те времена, когда апостолы, или позже, на ту же тему, что и Евангелие. То есть описывали часто жизнь Христа, и в том числе это были некоторые Евангелия, всего было написано около 10 Евангелий, но не вошли в канон новозаветных книг, то есть не были приняты всей церковной полнотой. Потому что в этих апокрифах было что-то, ну, так скажем, соблазнительное, или, может быть, недостоверное. Какая-то информация, которая, ну, другими ангелистами каноническими опровергалась, просто это не совсем было. Ну, или просто какие-то даже опасные басни. Там же было как предание, как Адам там мылся в бане. Ну, что-то такое. Ну, то есть там какие-то вот такие моменты, либо просто там не совсем достоверные, либо откровенно соблазнительные, магические. Там же много было подложных документов, которые писали гностики, то есть еретики раннехристианского периода. И поэтому церковная община, конечно, их отвергла и сказала, что, в принципе, из этих апокрифов какое-то здоровое зерно извлечь можно. Например, вот все моменты жизни Богородицы мы в основном знаем именно из апокрифов. Есть протоевангелие Теаква, как раз тот самый апокриф, который не входит в число новозаветных книг. Однако мы из него многое берем, в том числе рассказ о раздествии Богородицы, о введении во храм Пресвятой Богородицы, об успении Богородицы. Все это содержится в апокрифах. Но целиком мы их не можем принять, потому что там есть некие соблазнительные моменты. Спасибо, отец Николай, за ваш ответ. А вам, дорогие, за вопросы. И помните, что, да, на сегодня рубрика «Утренняя почта» завершается, но у вас есть возможность написать к нам письмо, и мы обязательно ответим на ваш вопрос в одном из следующих выпусков нашей программы. Святой край под покровом Серафима Саровского. Дивеева известна не только своей обителью, но и другими святынями, связанными с преподобным и его последователями. Одна из них – это источник Матушки Александры. Подробнее об этом месте, куда стремятся паломники со всей России, расскажут наши коллеги из Нижегородской епархии. Рядом с Серафимодивеевским монастырем находится множество святых источников. Самый близкий из них к монастырю – источник Матушки Александры – Дивеевской правоначальницы. До 60-х годов XX века он находился на берегу реки Вичкинзы, в нескольких десятках метров от нынешнего места. По преданию, он истек из могилы Матушки Александры, похороненной у алтаря Казанской церкви. Первоначальное место источника Матушки Александры было вот здесь вот. Если мы от колокольни Казанского собора проведем прямую линию вниз к реке, ну, примерно там, где сейчас основание лестницы, ну, вот чуть ниже и бил этот источник, а забил он чудесным образом. Люди слышали какое-то необыкновенное журчание в могиле. Вот такое было впечатление, что там появилась вода. Но воды-то не было, там была могилочка. Вот. И как раз вот связывали появление этого журчания с тем, что здесь вот на берегу реки Вичкинзы забил новый источник. Вот так вот связали его с Матушкой Александрой. При устройстве запруда на реке Вичкинзе в начале 60-х годов прежний источник был затоплен. И его вода и название перешли на ныне действующий. Как объясняет специалист-геолог, здесь же под Дивеевым находятся карстовые плиты. И сдвинулись эти плиты под влиянием воды. И перешел источник с того старого места на новое, вот здесь. Здесь был ключик. И вот он получил дополнительную силу от того Александровского источника. И люди это поняли. И называли его в честь Матушки Александры. Каждый день многочисленные паломники приходят сюда и спить целительной водички. Набрать и увезти святыню с собой домой. В монастыре хранится много свидетельств помощи этой святыне верующим. Утренние часы – прекрасное время для совершения благого дела. И сегодня мы хотим рассказать вам о Соне. Ей 7 лет, и она подопечная Елизаветинского детского сада Православной службы помощи Милосердия и Марфа-Мариинской обители Милосердия. У девочки тяжелая форма ДЦП. Из сопутствующих диагнозов – спастическая диплегия, эпилепсия, нарушение зрения, ретинопатия, косоглазие, астигматизм. Эти диагнозы, увы, с ней на всю жизнь. Но нельзя вылечить, не равно нельзя помочь. Огромную помощь в улучшении качества жизни людей с ДЦП оказывают технические средства реабилитации. Опора для стояния помогает принять вертикальное положение, необходимое для правильной работы внутренних органов. А ходунки почувствуют самостоятельность при одолении движений в пространстве. Все эти помощники обязательно должны быть исправны, чтобы иметь возможность настраиваться под индивидуальные физические особенности каждого ребенка. Только так они принесут ребенку пользу и радость. Для того, чтобы провести их ремонт, необходимо 60 тысяч рублей. Помогите нам, пожалуйста, собрать необходимую сумму. Отправьте смс на номер 3434 с указанием суммы и словом «Садик». Великая святыня с секретом. Что находится на обратной стороне Владимирской иконы Божьей Матери? Об этом наш следующий репортаж. Сегодня помолиться у этого образа могут паломники Оптиной пустыни во Владимирском храме обители. А первописная икона, о которой казалось известно уже все, неожиданно стала источником открытия. И сделали его реставраторы. Кстати, первая научная реставрация Владимирской относится к 1918 году. Тогда это было настоящим чудом. В самый разгар гонений на церковь группа ученых убедила руководство страны заняться сохранением памятников древнерусского искусства. И была раскрыта взором всех вот эта дивная совершенно живопись византийская, которая сохранилась до наших дней чудесным образом. В 2013 году началось масштабное исследование Владимирской иконы с применением новейших технологий. Тогда-то реставраторы во главе с Дмитрием Суховерковым и сделали сенсационное открытие. Они обнаружили, что на обороте иконы, где был изображен престол с орудиями страстей Христовых, остались следы от гвоздей оклада более древнего образа. Судя по иконографическим особенностям, пропорциям лика, крупному лбу, это, вероятно, святитель Николай. Нам сначала не очень поверили, потому что... Ну, это фантастика, на самом деле, вот так вот обнаружить древнейшее, несохранившееся, видимо, утраченное еще в XIII веке изображение, которое было прочно забыто. Дело в том, что Владимирская икона двусторонняя. Такие иконы всегда выносили во время богослужений и крестных ходов на высоком шесте, а лики с обеих сторон составляли единое смысловое целое. В данном случае образ умиления напрямую соотносится с темой будущих страданий Христа, которые своим внутренним взором предвидит Богородица. Это ласка Богоматери и младенца, которая припадает к лику Богоматери, обнимает ее рукой. Вот этот порыв воспринимается как прообраз того объятия смертного, которое происходит после снятия Христа с креста, и симметричный жест мы видим в оплакивании. Орудия страстей на обратной стороне иконы еще более усиливали эту тему. Образ же святителя Николая подразумевал совсем другой акцент. Николай Мерликийский всегда почитался как заступник грешников на страшном суде, способный, как и Богоматерь, вымолить им прощение. С его изображением на обороте на первый план выходит иная тема. Тема милости, тема любви, тема заступничества и вот это обретение чудесное на обороте древнего изображения святителя Николая, которого мы не видим, вот это как-то, это место оправдывает, я бы сказала так. Промыслительно, что сейчас Владимирская икона находится именно в храме святителя Николая в Толмачах. Древняя святыня хранится в специальном защитном киоте, изготовленном для нее в 1999 году на заводе под руководством Валерия Крюкова. Помолиться чудотворному образу может любой желающий, и для этого не нужно покупать билет в Третьяковскую галерею. В церковь можно зайти через отдельный вход. Но разговоры о том, где же все-таки должна находиться главная святыня российского государства, иногда возникают и сегодня. Она будет здесь находиться, пока она сама отсюда не уйдет. Не мы их хранили. Как сказала Надежда Бекинева, наш хранитель старая, они нас хранят. Поэтому, если мы у него не достойны этого, то может все исчезнуть в любую секунду. Но нужно понимать это. И наша задача – сохранить свое сердце и душу чистыми, добрыми, светлыми, не смотря ни на какие войны, передряги, всякие все это, противостояния. Это все было. При Богоматери было. И еще будет все до конца мира. Но если мы будем правильно относиться к своим святыням, а самое главное святыня – это человек. Сразу после короткой паузы мы продолжим встречать с вами утро и рассказывать о самом главном. Прошло четверть часа, а значит время поговорить о святых и праздниках сегодняшнего дня. Сегодня православная церковь молитвенно чтит память пророка Аввакума. О его жизненном подвиге поговорим прямо сейчас. Небольшое селение Вевсахир находилось в пустыне Негев. Именно здесь, в самой неплодородной части Палестины, жило колено Симеонова. Из этого колена происходил Аввакум, один из 12 малых пророков. Проповедовал Аввакум в Иудее, скорее всего, в самом Иерусалиме. Было это за 650 лет до Рождества Христова, в эпоху нечестивых царей Манасии и его сына Амона. Они совершили множество беззаконий, в том числе убили пророка Исаию. Праведному Аввакуму довелось служить Господу в то тяжелое время. Осирийцы уже захватили Израиль, однако южная половина когда-то единого царства со столицей в Иерусалиме сохранила независимость. По повелению Божию пророк Аввакум предсказал, что халдеи разрушат храм и сам Иерусалим. Другим его пророчеством было вавилонское пленение и возвращение пленных. По преданию, когда вавилонский царь Навуходоносор подступил к Иерусалиму, пророк Аввакум удалился из города, поселился в селе Острокине на границе Аравии, Палестины и Египта и занялся земледелием. Однажды во время жатвы пророк сварил похлебку и пошел кормить работников. По дороге он встретил ангела. Тот велел отдать обет Даниилу и перенес Аввакума в Вавилон. В это время действительно великий пророк Даниил был брошен в ров со львами в Вавилонской темнице. Даниил возблагодарил Господа и утолил голод. А ангел Господень мгновенно возвратил Аввакума на то место, откуда его взял. Этим чудом Бог открыл Аввакуму, что иудейский народ возвратится из плена Вавилонского. Сам Аввакум не дожил до этого. Он умер в старости и был с честью погребен на собственном поле. Мощи святого пророка Аввакума были обретены в царствовании императора Феодосия II-младшего. Аввакум оставил книгу пророчеств. Она уникальна тем, что в ней записан откровенный диалог между искренне верующим человеком и Богом. У нас сохранилась книга, написанная пророком Аввакум, где он поднимает очень важный вопрос, в том числе вопрос Тодицеи. То есть это оправдание Бога, то, что происходит с его любимым избранным народом Израилем, какие-то несчастья, в том числе это нападение халдеев. И как бы пророк Аввакум спрашивает Господа, за что, почему это происходит? Этот вопрос очень часто и с нашей стороны, как христиан, мы тоже часто говорим, Господи, а почему та или иная трудность, те или иные болезни, трудности, испытания происходят в нашей жизни? И вот вопрос Тодицеи, да, оправдание Бога, почему он допускает зло в мире, Аввакум получает на это ответ. Во-первых, он же видит нравственное состояние народа израильского, то, что они, ну, просто там ударяются периодически в язычество, не соблюдают Божьих заветов, между собой друг к другу, да, там, пускай совершаются богослужения в Русалимском храме, но во многом это все формализировано, то есть это формально люди совершают какие-то религиозные действия, а сердце их далеко отстает от Бога. И он приходит к выводу, что, да, это некое наказание от Бога, но наказание не как сделать больно, а наказание как урок. Если посмотрите, сроку на слово, наказ переводится именно как урок, то есть Бог, он, кого люблю, того и наказую, то есть он из-за того, что любит свой народ, он дает некие моменты, пережить даже, может быть, тяжелые, трагические, для того, чтобы пришло осознание, что мы что-то неправильно делаем и так далее. И да, народ израильский претерпел очень сильные гонения со стороны халдеев, со стороны, вроде, казалось несправедливо, но через это, в том числе, пришло и некое покаяние для народа. И пророк Авакум получает обетование от Бога, что халдеи будут сами пострамлены и разрушатся, и царство израильское возродится. Он сам до этого немножко не дожил, но, тем не менее, он искренне верил, знал, что слова Божии, они непреложны, они истинны. И об этом говорил другим людям. Правда, не все всегда хотят слушать пророков, часто эти пророки были изгоняемы, побиваемы камнями или даже убиты. И вопрос уже к нам с вами, готовы ли мы сейчас читать эти пророческие книги и воспринимать их в полной мере, всерьез, с открытым сердцем. Спасибо, отец Николай, а всех, кто назвал в честь пророка Авакума, преподобного Афанасия, заторника Печерского, преподобного Иоанна, святого Стефана, царя сербского, память которых сегодня празднуется, мы с отцом Николаем поздравляем с именинами. Многое благое лето, наши дорогие, помоги вам Господь. Пришло время разобраться в основах нашей веры и в эфире рубрика «Просто о главном». Батюшка, у вас есть три вопроса и две минуты, чтобы на них ответить. Вы готовы? Да. И первый вопрос у нас такой, что такое молитвенное правило? Это то, что человек исполняет ежедневно, установил себе регулярное правило в плане того, что утром, днем и вечером, как положено, христиане древние молились, утром, днем и вечером, и читает некий состав молитв в определенном порядке, определенный образом и с определенной регулярностью. Это будет правило. А из каких молитв она может состоять, расскажите? Есть классическое правило, уже составленное, которое в традицию, утреннее правило, вечернее правило, днем некоторые читают псалтирь или главу из Евангелия. Но это может быть заменено, например, на утром по луночницу, вечером по вечере и другие варианты, то есть уже в зависимости от того, как человеку проще и лучше молиться, потому что молитва – это процесс творческий. А расскажите, вот такой практический вопрос, как выстроить молитвенное правило для себя? Нужно, во-первых, чтобы это было по силам, то есть в зависимости от моего степени воцерковления, духовного уровня и просто физических сил и возможностей, можно попросить у своего духовника разрешения, благословения, как вот правильно сейчас мне выстроить молитвенное правило. Потому что если слишком много взять, то можно надорваться. Если вообще ничего не взять, то можно потерять связь с Богом. Если с Богом не общаться, то общение – это обязательный элемент установления отношений, то тогда мы можем как-то порвать эту связь. Поэтому вот посоветоваться с батюшкой, попросить у духовного настанника благословения и уже стараться регулярно исполнять ту меру, которую вы можете понести. Батюшка, я хочу вас обрадовать. Вы уложились две минуты. Поздравляю. Спасибо большое, я остался. Ну а мы идем далее. Ну а сейчас давайте посмотрим сюжет, который специально для вас подготовили наши коллеги. Настоятельница Троицкого Серафима Дивеевского монастыря свой путь к монашеству начала еще в советские годы в Латвии. Так сбылось предсказание священника, которое будущее игуменья Сергия в миру Александра Конкова получила в шесть лет. Это произошло в 1952 году в Троице-Сергиевой лавре, куда семья девочки, жившая под Сергиевым посадом, ходила молиться. Я же воспитывалась в Троице-Сергиевой лавре. Еще маленькой девочкой нас ставили за оградку маленьких впереди. И батюшки, выходя из алтаря, поголовки так погладят и говорят, будущее монашка. А я такая была очень шустрая и подвижная. Я говорю, я и не собираюсь быть монашкой. У меня созрело желание послужить Богу в монашестве. Вот уже во взрослом состоянии. Я в шесть лет отказывалась, а в 25 лет или в 27 лет я уже желала. Но родители были против ухода дочери в монастырь. Александре пришлось закончить медицинский институт и более 10 лет проработать стоматологом. Но в храм врач Конкова всегда ходила как на работу. Когда я поехала на периферию, я одела крест. Больше его никогда не снимала. И на медосмотр ходила с крестом. Даже говорили нашему главному врачу районной больницы, говорят, как-то у вас руководитель подразделения и не член партии. А он говорит, ну я к ней никаких претензий не имею. В 1981 году, наконец, получив благословение от родителей и своего духовника Александра, поступила в Рижскую троице Сергий его обитель. В то время ей было 35 лет. Через два года ее нарекли в честь преподобного Сергия Радонежского. А спустя 10 лет матушку назначили настоятельницей возрождающейся Серафима Дивеевской обители. Вот там, где я сейчас живу, на втором этаже, с 1991 года, на первом этаже, с южной стороны, это была вневедомственная охрана. На второй этаж полностью был передан открывшемуся монастырю. Третий этаж был телевизионный центр. На колокольне вместо креста стояла телевизионная антенна. С другой стороны, с северной стороны, на первом этаже была школа трактористов. На втором, третьем этаже была школа рабочей молодежи. Насельниц у монастыря в то время не было, и матушке Сергии пришлось одной, практически с нуля восстанавливать обитель. Силы ей давали молитвы у мощей преподобного Серафима Саровского, которые доставили в монастырь. С помощью этого небесного покровителя архитектурный ансамбль Серафима Дивеевской обители вернул утраченные некогда черты. Сразу после короткой паузы мы продолжим встречать с вами утро и рассказывать о самом главном. В это воскресенье, 17 декабря, исполнится 21 год со дня представления архимандрита Ипполита Халина, игумена Свято-Николаевского мужского монастыря в Рыльске. Его называли самым добрым батюшкой и Серафимом Саровским в наших дней. О жизни отца Ипполита, которого любила вся Россия, мы поговорим сегодня с нашим гостем. И с нами на связи Григорий Пинкнович, журналист, историк, гид по Святой Земле. Здравствуйте! Доброе утро! Приветствую вас! Здравствуйте, Григорий! Скажите, пожалуйста, вы являетесь духовным сыном старца Ипполита Халина. Расскажите вкратце об основных этапах его жизненного пути. Будущий старец Ипполит, в миру его звали Сергей Иванович Халин, родился в Курской области, поселке Суботино, в 20 километрах от деревни Машнино, от родины преподобного Серафима или Прохора Машнина. 1928 год. С младых ногтей он захотел посвятить свою жизнь Христу в такое, казалось бы, неблагоприятное для этого атеистическое время. В 28 лет он поступил послушником в знаменитую своей старческой традиции Глинскую пустынь в Сумской области Украины. Тогда там старцы ходили по войдам. Самым близким к нему старцам в то время явился преподобный, ныне канонизированный Андроник Лукаш. Вообще большинство духовных отцов, духовных руководителей батюшки Ипполита ныне церковью прославлены в лике святых. После того, как Хрущев закрыл Глинскую пустынь, Сергей Халин перешел в город Псков, в никогда не закрывавшийся Псково-Печерский монастырь, где его духовным собеседником был последний валамский старец и расхимонах Михаил Питкевич. В Псковском монастыре Сергей Халин становится монахом в честь святого священно-мученика Ипполита Папы Римского, иромонахом. И оттуда, по благословению Алексея I, в первой группе монахов он попадает на святую гору Афон. Известно, что архимандрит Ипполит 17 лет жил в русском на Афоне Пантелеймоновом монастыре и способствовал возрождению обители. Расскажите, пожалуйста, об этом. Действительно, долгие 17 лет на Святой горе. С 1917 года никаких связей у русского монастыря со Святой горой, с русским монастырем не было. Мы совсем недавно отмечали важный юбилей – тысячелетие русского присутствия на Святой горе Афон. И без отца Ипполита этот юбилей был бы невозможен, потому что к 1966 году средний возраст монахов русского монастыря на Святой горе составлял примерно 85-87 лет, ещё мгновение. И монахи не имели бы возможности совершать божественную литургию ежедневно, и тогда греки приняли бы этот монастырь в своё управление, он бы навсегда был потерян для России. И вот в числе трёх первых с 1917 года монахов отец Ипполит прибыл на Святую гору, выучил греческий язык, служил на греческом языке, стал экономом монастыря, жил в Келли, имел при себе ключи своего предшественника, эконома монастыря преподобного Силуана Афонского, истяжал дух Силуана, дух любви Христовой. Это главный дар, который Господь может дать человеку. Дар даров, дар любви. Тяжело физически трудился старец Ипполит на Святой горе. И фактически его трудами, трудами его друга, архимандрита Авеля Македонова, позже ставшего игуменом Пантелеймонова монастыря, монастырь вдали от России сохранился для России до наших дней. Старец Ипполит Рыльский сыграл значимую роль в духовном возрождении Алании. Вы сами уроженец Северной Осетии. Расскажите нам, пожалуйста, что вам об этом известно? В далёком 1998 году, прогуливаясь со старцем Ипполитом на лугу за Рыльским монастырём, я услышал от него тихим голосом удивительное для меня. Он сказал, воля Божьей Матери заключается в том, чтобы в Северной Осетии Алании открылись монастыри. Дело в том, что Алания – это древнейшая христианская земля на территории современной России. В 1922 году на федеральном уровне мы отмечали юбилей – 1100-летие крещения Алании. Это цифра условна, потому что ещё великий историк Моффсес Хоринаци писал, что в IV веке святой Григорий Просветитель, крестивший весь армянский народ, крестил также армянского царя и аланского царя. У армянского царя Тердата III, которого крестил святой Григорий, супруга по имени Ашхен была аланской княжной. Итак, христианство на территории древней Алании имеет глубочайшие корни. И вот Матерь Божья удивительным образом благословила русского старца Ипполита, который никогда не был на Северном Кавказе, на благословенной осетинской земле, чтобы он за полторы тысячи километров из Курской области основал три монастыря. И действительно, усилиями благочестивых жителей Северной Осетии, духовной дочери отца Ипполита, Носовой Натальи Фёдоровны, которая по благословению старца основала Северо-осетинский благотворительный фонд Успения, были открыты самый высокогорный в России Богоявленский Аланский Успенский мужской монастырь и в предгорье женский Богоявленский Аланский монастырь. И сейчас трудами Натальи Фёдоровны в горах Северной Осетии, в посёлке Кобан, возводится третий женский монастырь в Северной Осетии. Отец Ипполит на расстоянии, подчёркиваю, никогда не побывав на этих местах, с точностью до километра указал место строительства этих обителей, и большинство из них дал имена. Это совершенно удивительно, это чудо, потому что, как мы знаем, святые апостолы, ученики Христа, просвещали землю, посещая города и веси по лицу всей земли. Отец Ипполит никогда здесь не был, на Кавказе, но просветил осетинский народ напомнил осетинам о их древних христианских корнях. Не побывав в Осетии, он принимал у себя в монастыре тысячи осетин, которые по сарафанному радио, рассказывая друг другу о существовании доселе никому непонятного, неизвестного города Рыльска, устремлялись в Рыльский монастырь, и именно в нём многие из них находили путь в церковь, дорогу к Христу, крестили своих близких и исцелялись от неизлечимых болезней. Поэтому осетины считают отца Ипполита апостолом Алании XXI века, и вот так и говорит мемориальная табличка, установленная у гениального памятника старцу Ипполиту. Замечательный памятник, установленный в Богоявленском женском монастыре в Северной Осетии. Автор его великий современный скульптор Владимир Соский. Мемориальная табличка так и называет старца Ипполита апостолом Алании XXI века. Какими духовными дарованиями обладал отец Ипполит? Прежде всего старец Ипполит, конечно, обладал даром прозорливости, знанием прошлого, даром пророчества, знанием будущего, а также таким удивительным даром, как дар утешения, потому что на глазах у всех нас, у тех, кто жил рядом с ним в монастыре, он принимал сотни паломников ежедневно, люди, обременённые в 90-е годы в тяжелейшее время для нашей страны, множеством проблем материальных и в большей степени, наверное, даже и духовных проблем, приходили к нему чаще всего на короткий разговор в слезах, в скорби, а вставали после короткого приёма с улыбкой и просветлённой. Невидимо, незримо благодать Божия Духа, Господа Святого Духа, жившая в этом человеке, касалась всех приходящих к нему и преобразовывала их жизнь, их повседневность. Но самое главное чудо, которое он совершал, это преображение душ из раненых, из терзанных человеческих душ. И вот знак, явный вид внешний этого преображения, даже внешне, мы могли наблюдать по тем улыбкам, по тому свету, который Отец Ипполит передавал всем приходящим к нему. Кроме того, старец обладал редким в наши дни даром исцелений. Этот особый дар проявлялся чаще всего во время отчиток или молебнов о недужных, которые он ежедневно совершал или по его благословению любые священники в монастыре совершали после Божественной Литургии. И по окончанию этих молебнов у многих паломников происходила переоценка духовных ценностей. Они видели то, что происходит с содержимыми, издававшими звуки животных или женщин, которых невозможно было удержать во время этих отчиток. Бесы им сообщали какие-то нечеловеческие способности, нечеловеческую силу. И вот все мы, а всем батюшка Ипполит благословлял присутствовать на этих отчитках, укреплялись в вере, потому что видели, что Рыльский монастырь времен Отца Ипполита — это передний край борьбы сил света и сил тьмы. Обязательная исповедь, причастие, участие в молебне о недужных и посещение луга, на котором трудились все паломники за монастырем, — это тот курс лечения, который батюшка назначал своим многочисленным пациентам. И, конечно, как итог полное преображение, полное изменение судеб, изменение состояния здоровья и даже, о чудо, изменение характеров, уже сложившихся с годами. Известно, что по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа начат сбор свидетельств прижизненной и посмертной помощи по молитвам старца Ипполита. Какие чудеса происходят сегодня в Рыльском монастыре? В 2018 году в Москве нами было создано Всероссийское общество ревнителей памяти архимандрита Ипполита Халина. И действительно, владыка-митрополит Герман Курский-Рыльский благословил сбор свидетельств о чудесах старца Ипполита. Сегодня к драгоценной могиле батюшки Ипполита люди из разных городов и из далекого зарубежья приезжают за исцелением. Батюшка при жизни говорил «Мы все больны и людей надо лечить». Прежде всего, человеческую душу, но кроме того и тело. И вот сегодня, как и при жизни батюшки, на его могиле люди находят ответы на тяжелейшие жизненные вопросы. После молитвы на могилке старца они обретают кто-то семейное счастье, кто-то так необходимую работу, а кто-то и физическое здоровье. Вот так из Италии далекой паломница привезла сына с подтвержденным диагнозом аутизм. Она несколько дней провела в Рыльском монастыре, ежедневно молилась на могилке старца Ипполита. И вот именно у могилки батюшки мальчик произнес первое в своей жизни слово. Эти чудеса множатся. Почему это происходит? Потому что старец настолько сумел расширить свое верующее молитвенное сердце, что обильно принял в себя щедрую благодать Господа Святого Духа, который продолжает делиться с нами, со всеми, с теми, кто приходит к нему сегодня. На прощание всем нам и всем вам хочу пожелать молитвенного ходатайства старца Ипполита, в котором мы так нуждаемся сегодня. Спасибо большое. Я напомню, что с нами был на связи Григорий Пинкнович, журналист, историк, гид по Святой Земле. На часах без четверти это время рассказать о наших современниках, принявших мученическую смерть в годы гонений. О подвиге преподобного мученика Косьмы Магды узнаем прямо сейчас. Он до фанатизма, несмотря на свой молодой возраст, предан религии. За религиозно-контрреволюционную пропаганду отбывает второй срок, обладающий твердой волей и упрямством, насквозь пропитан антисоветским настроением. Так, некто по прозвищу Смирнов, осведомитель из Бомлага, описывал заключенного иромонаха Косьму Магду. Здесь, в одном из крупнейших исправительных трудовых лагерей Советского Союза, будущий преподобно-мученик провел последние два года земной жизни и был расстрелян. Имя Павел Степанович Магда. Год рождения 1904-й. Место рождения Село Шушваловка Кременчугского уезда Полтавской губернии. Образование Иркутское Пономарское училище Московский педагогический институт. Имя при монашеском постриге Косма. Звание, должность Ира Монах, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Милятино Можайского района Московской области. Арестован за проведение в лагере контрреволюционной церковной агитации, незаконное хранение рясы и церковных книг. Приговорен к расстрелу. В 1930-м году в Советской России началось очередное гонение на православную церковь. В Москве только за один год было арестовано около 300 священников и монахов. Среди них был иеродьякон Высокопетровского монастыря Косма Магда. Причина ареста пресловутая антисоветская агитация. Это был человек абсолютно далекий от каких бы то ни было политических движений и реальное обвинение было конечно в том, что он являлся монахом православной церкви. Его приговорили к трем годам ссылки в Северный край, которую он мужественно перенес и вернулся в родную обитель. После возвращения ссылки отец Косма был рукоположен в иеромонаха. По назначению священного синода его направили в Покровскую церковь села Милятино Можайского района Московской области. Однако служение здесь было недолгим. 11 апреля 1935 года священника снова арестовали. Большевики как обычно нашли множество лжесвидетелей, которые оговорили отца Косму в том, что он проповедовал Самвона против советской власти, агитировал не вступать в колхозы и подобные обвинения. При том, что люди действительно церковные говорили, что все его проповеди были основаны на житиях святых и ни о чем больше он не говорил, никакой политики не касался. Отца Косму приговорили к трем годам заключения в лагере. Молодого батюшку отправили в ссылку в страшный Бамлак, где он оказался вместе со многими заключенными священниками, мирянами и другими неугодными советской власти. Преследования продолжились и в лагере. На отца Косму и нескольких других заключенных священников было заведено агентурное дело под названием «Мракобесы». В бараке провели обыск. У батюшки были найдены записная книжка с тропарем, две скуфьи, черный подрясник, параман с крестом и облачение без креста. Не церемония с руководства лагеря отправила отца Магду в следственный изолятор. 26 ноября 1937 года тройка НКВД, исходя из показаний лжесвидетелей, приговорила священника к высшей мере наказания. Иеромонах Косма Магда был расстрелян 15 декабря того же года и погребен в общей безвестной могиле. Будущий преподобно-мученик родился 14 января 1904 года в крестьянской семье в небольшом селе Шушваловка Кременчугского уезда Полтавской губернии. Крещение был наречен Павлом. В Москву молодой человек переехал в 1920 году. Поначалу он работал служащим в транспортной конторе, а в 1921 году поступил в Московский педагогический институт. С первых дней пребывания в столице Павел Магда был прихожанином Высокопетровского монастыря, одного из старейших в Москве, а в 1924 году стал послушником обители. О нем вспоминала схемонахиня Игнатия, которая была прихожанкой обители в то время, вспоминала, что он был юношей с светлыми волосами, светлыми глазами, устремленным к Христу, к спасению, всем сердцем, воспринявшей христианский монашеский путь. В 1926 году Павла Степановича призвали в армию. Отслужив год в Тамбове в кавалерийском полку, он вернулся в обители, где был пострижен в монахе епископом Варфоломеем Ремовым. Позже он же рукоположил инока Косму Магду в Сан-Яродьякона. Летом 1929 года в Москве началась очередная волна гонений на церковь. Гонения выражались во многом в закрытии и разорении храмов и последних монастырей. В том числе был закрыт и Высокопетровский монастырь. Братья обители перешла на служение в соседний храм преподобного Сергия Радонежского и таким образом старалась сохранить то духовное братство, единство, которое было воспитано, когда они еще были в Высокопетровской обители. 28 декабря 1930 года отец Косма был арестован. Так начался его крестный путь, который завершился мученической кончиной. 16 июля 2005 года на заседании Священного Синода иромонах Косма Магда был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Фарисеи призвав их приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ судите справедливо ли перед Богом слушать вас более нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Так написано в 4 главе книги Деяний Святых Апостолов. Петр, Иоанн и другие ученики Иисуса Христа проповедовали о спасителе не страшась гонений. Так и будущий преподобно мученик Косьма Магда невзирая на притеснение со стороны советской власти до конца своей жизни оставался верным Богу обретя в награду Царствие Небесное. Сразу после короткой паузы мы продолжим встречать с вами утро и рассказывать о самом главном. Молитва в безмолвной пустыне на камнях и столпах Как святым удавалось совершенствоваться духовно преодолевая физические неудобства расскажет профессор Алексей Ильич Осипов Мы говорили о христианском пути и вспоминали подвижников которые уходили в пустыне забирались на камень а вот как они могли это все выдержать мы говорили почему а вот как они все это выдерживали тысячу дней простоять на камне но это же кажется что это сказка это невозможно Конечно в естественном порядке вот все эти подвиги по крайней мере многие из этих подвигов которых мы читаем в истории церкви они просто ну просто невозможны невозможно хотя правда нам может быть скажут пожалуйста вот йоги индийские они тоже что-то что-то такое делали ну и о них отдельно может быть надо говорить а в данном случае когда мы говорим о христианских святых то речь идет о я бы сказал достаточно ясном простом явлении и чрезвычайно важном Христос сказал я принес огонь на землю и как хотел бы чтобы он возгорелся при правильной христианской жизни постепенно в человеке появляется этот огонь который дороже всего на свете это огонь любви вот этот огонь который когда возгорался в людях то они действительно могли уйти куда угодно и не только могли спешили уйти вот этот огонь который называется благодатью Божией когда касается души человеческой тогда он человек все готов оставить и оставляли дорогие друзья давайте помолимся пророку Божьему Аввакуму Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 15 декабря. Друзья, пятница. Церковь молитвенна чтит память пророка Аввакума. «Кто имеет благодать у Бога, тот не боится никого, хотя бы терпел множество зол, не только человека, но и самого дьявола», — говорил святитель Иоанн Златоуст. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом в новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам отличного дня!